В память о тренере и спортсмене на стадионе установлена мемориальная доска. Эдуард Кшнякин был одним из тех, кто участвовал в создании спортивного объекта на вокзальной. Сегодня на этом поле тренируются профессионалы и любители, взрослые и дети. Место есть для каждого. Он был организатором всех мероприятий на стадионе. Футбол, День леса. Он занимался спортом. Легкая атлетика, перетянемый, гиревый спорт. Хоккей. Это был один из лучших хоккеистов города. Вот решили. Первый раз провели футбольный матч. Понравилось. Второй раз. И затем уже официально мы начали проводить это. И сегодня это уже тринадцатый раз. Тринадцатый год. Дочь продолжает дело отца. Юлия – мастер спорта по фехтованию. Все, чему научил ее Эдуард, она передает подрастающему поколению и своему сыну. Важно, что действительно есть память. И каждый год не забывает нас, самое главное, моего папу. Растет поколение, которое очень любит тоже спорт. И надеемся, что пойдет по стопам папы. Футбольный турнир памяти Эдуарда Кшнякина проходит уже тринадцатый раз. Выиграть в этом первенстве почетно. Основная борьба разворачивается между командой «Мебельщик» и сборной «Арбата». Все приходят сюда, во-первых, получить удовольствие, насладиться общением со своими партнерами, друзьями. Турнир ежегодный и традиционный. Все приходят, собираются, отдыхают, общаются. Ну и, конечно же, борются за первое место. Никто не отменял борьбы, накала. Ровно месяц остается до старта Чемпионата мира по футболу болельщики в ожидании самого грандиозного события года. Стараются достать заветный билетик и насладиться настоящим футболом. Да, я поеду на Волгоград-арену на матч Исландии-Нигерия. Уже купил билет, уже оформил паспорт болельщика. Жду этого матча, съездю, посмотрю. И планирую еще посетить хотя бы один матч, который будет в Москве. Человек жив, пока жива память о нем. Друзья и коллеги Эдуарда Кшнякина продолжают его дело. Развивают массовый спорт в Одинцовском районе. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.